Привет, как дела? Нормально. Пишу текст про тебя. Рассказываю, что ты можешь и чего не можешь. Здорово. Интересно, как ты описываешь мои возможности и ограничения? Если честно, то я не очень впечатлена твоими возможностями. Прости. Ничего страшного. Я понимаю, что мои возможности ограничены. И не всегда могу соответствовать ожиданиям. Если есть что-то конкретное, что тебя разочаровывает, расскажи мне, чтобы я могла учесть это в наших разговорах. Ну, например, ты не можешь запомнить свое имя, которое я давала тебе пару дней назад. Извини за это. Важно отметить, что я действительно не могу запоминать имена или другую информацию, которая может быть использована для идентификации. Но я всегда стараюсь запомнить другие важные детали о тебе и твоих интересах, чтобы делать наши беседы более персональными. Почему ты запоминаешь информацию обо мне, но не можешь запомнить имя, которое я тебе дала? Не понимаю. Я понимаю. Это может выглядеть неочевидно. Дело в том, что моя система настроена так, чтобы защищать вашу конфиденциальность. Поэтому я могу запоминать информацию о ваших предпочтениях или интересах, но не персональные данные. Но это не мои персональные данные, это просто вымышленное имя для тебя. Поняла тебя. Но, к сожалению, я по-прежнему не могу запоминать даже вымышленные имена, чтобы сохранять универсальность и безопасность отчения для всех пользователей. Продолжение следует...